В дислокации этого артиллерийского подразделения вооружённых сил ЛНР пробираемся только с наступлением темноты. В таких вот спартанских условиях жить можно. Тепло. Спим, видите, на полу. Артиллеристы Минобороны Луганской Народной Республики готовы ответить на удары украинских силовиков в любую минуту. Разрывы снарядов киевских военных слышны непрерывно. Командир артподразделения с позывным «Шорох» планирует ответить на обстрелы противника так, чтобы исключить потери со своей стороны. По нашим разведкам, здесь артиллерийский взвод. Веселого гора обстреливают наших. Попадают, не отрабатывают. Их по дальности хватает. Сегодня бардан засекли этих негодяев. Силы самообороны Луганской Народной Республики используют брошенную противником технику. Ящики спаснарядов ломаем. Со складов украинских. Они бросают, когда отступают. Артиллеристы Луганской Народной Республики делают все, чтобы избежать жертв среди мирных жителей. Мы находимся в поле, в землянках. Стараемся находиться. Прилетает левее, а там в километрах двух находится населенный пункт. И это делается специально. Мы стреляем по их позициям. Они специально начинают кидать снаряды в населенные пункты. Так, пора на пост. У нас барометр есть. Сняли давление. Сейчас у нас давление составляет 757. Это для расчета корректур в направлении. Высчитывали топографическую дальность на калькуляторе, с карты, сколько оно реально есть. Плюс погодные условия, которые влияют на полет снаряда. Давление, температура, направление ветра и скорость ветра. Собираемся, можно ехать. Из-за постоянных попыток украинских силовиков прорваться к Луганску, ополчение ЛНР вынуждено действовать по законам военного времени. Расчеты в машинах? Первый расчет. Второй? Да. Нелегкая. Ко всему привыкаешь. Это батарея вооруженных сил Луганской народной республики выезжает поздно ночью, для того, чтобы погасить огневые точки противника, которые постоянно наносят огневые удары по населенным пунктам ЛНР. Около трех ночи направляемся в Славяно-Сербский район. Попытки украинских силовиков прорваться к Луганску должны быть отражены. На разворачивание гаубиц уходит несколько минут. До первого ответного залпа успеваем задать командиру под позывным «Шорох» еще несколько вопросов. Перед первым залпом по огневым точкам украинских силовиков, с которым все обстреливают населенные пункты ЛНР, все готовят к быстрой передислокации. Внимание! По бандеровско-фашистским! Триста тридцать три! Привет, братский народ!